Восьмилетний Эдгар Арчеля учится в гагарском филиале «Стамлаба». Ходит сюда с удовольствием и очень серьезно рассказывает о том, чем же они здесь занимаются. Прохожу уровни, кодирую. Что мы проходим уровни? Блоки вставляем. Еще мы учимся делать разные блоки. Ревна там мы делаем. Тут очень познавательно, круто, хорошо. Мне очень нравится. Более 300 детей за два года успешно прошли обучение на курсах гагарского филиала школы информационных технологий «Стамлаб». Его открытие два года назад стало настоящим событием для Гагры. И по словам директора школы Сабины Лободы, все ожидания оправдались и превзошли. За два года работы компьютерных курсов 328 учеников было выпущено. По окончанию курсов мы выдаем сертификаты. Выдаем их в торжественной обстановке. Все дети запоминают этот день как особенный. Курсы длятся по три месяца. И у детей есть возможность продолжать, то есть повышать свою квалификацию, продолжая обучение у нас непрерывно. Но мы нуждаемся в квалифицированных преподавателях, которые могли бы прийти в нашу команду и поделиться своим опытом. Начиная от разработчиков до художников. То есть нам нужны все, все, кто что-то умеет и готовы делиться своим опытом с детишками. Одновременно у нас всегда по-разному учатся детишек. Это может быть и 50 человек, и 100 человек. То есть зависимости от потока всегда разные. Это зависит от сезона, от количества курсов. Теперь в дополнение к компьютерным курсам в Гагре открывается и творческий класс. Здесь себя смогут найти все, кому интересно работать руками и развивать креативное мышление. Сегодня нам бы хотелось поделиться такой новостью. Мы открываем новое направление в нашей школе – творческое. Благодаря Олегу Мцасовичу у нас появилось новое пространство творческое. Там будут проходить занятия по рисованию, по шитью, по лепке. Это будет совершенно другое пространство. Мы там будем все создавать вручную, без техники. Будем шить аксессуары, одежду, изучать дизайн, композицию, создавать картины и работать в объеме. Гагре этого очень не хватало. Творчество – это вообще основа полноценного развития детей. Для Стэмлаба это большая честь. Мы очень рады, что мы можем посодействовать в этом важном процессе. Все эти проекты осуществлены благодаря финансовой поддержке Фонда образовательных и информационных технологий под руководством Олега Борцец. Меценат считает реализованный проект успешным, а новый класс – перспективным. Наши дети продемонстрировали в полной мере, что они целеустремленные, умные, упорные. И даже на каких-то зарубежных площадках, в различных олимпиадах, соревнованиях, которые проходили в том числе и на территории развития «Сириус», известного по всей России. Наши детки выглядели очень достойно. Многие побеждали, привозили призы специальные. Я очень рад, что мы движемся в этом направлении. Это, если говорить о двух годах работы Стэмлаб Гагра. Ну, а сегодня мы еще открываем дополнительный развивающий класс. Там будут маленькие дети работать и обучаться. Это и рисование, и шитье, и лепка. То есть все, что развивает, еще и творческое начало воображения, фантазию, чувство вкуса прибивает. Для нас это крайне важно. Конечно, есть мысли о том, чтобы масштабировать такие проекты. Я считаю, это необходимо для нашей молодежи. Наши дети и молодые люди, они должны быть конкурентоспособными в этом жестком, быстро меняющемся, высококонкурентном мире. Помимо фонда поддержал открытие образовательного центра интернет-провайдер Гагра Телеком. Мой профессиональный интерес – это вырастить новое поколение IT-специалистов. На сегодняшний день у нас уже есть студенты, у нас были практиканты. Прошло всего два года, и интерес у детей не падает. Детям очень интересно. Это новая сфера для них, это что-то новое. Мы открыли новые горизонты для них. Это не может не быть интересным. Я безумно благодарна Олегу Мсасовичу Борцит за возможность принять в таком мероприятии благотворительное участие. Безумно благодарна нашей команде. Каждый из них сделал свой вклад в открытие этих классов компьютерного и сегодня уже творческого помещения. Для самого STEM Lab важно работать не только в столице и быть доступными для большого количества детей. Основатель и идейный вдохновитель школы STEM уехал в Великобританию на год по личным обстоятельствам. Теперь директор – Алмазхан Марколя, сотрудник СФТИ и музыкант. Конечно же, несмотря на то, что на сегодняшний день уже по нашей статистике обучение прошли 3500 детей, однозначно есть потенциал для расширения. И мы бы хотели, конечно, присутствовать во всех городах Абхазии, потому что сложности есть с этим, доступности для всех желающих обучаться. Помимо того, что мы хотим расширить линейку курсов, но надо еще и повышать качество курсов. Это всегда связано с некой методологией, то есть с преподаванием, чтобы однозначно чувствовался прогресс. Поэтому очень многое зависит от преподавателей и специалистов. И в этом смысле мы открыты для сотрудничества. И если кто-то желает поработать у нас, мы с удовольствием готовы общаться и предлагать работу. Создание таких образовательных центров в разных районах страны – большой шаг к развитию нашей молодежи. и получению ими необходимых в жизни и будущей работе навыков, которые сейчас можно освоить только в частных образовательных центрах.